Всем привет, с вами Артур, или как говорят некоторые подписчики в ТикТоке, молдавский Илон Маск. Сегодня обзор на суши из магазина номер один. Каждый раз, когда я прохожу мимо этого холодильника с сушами, там стоят люди, что-то выбирают, что-то покупают. Я посмотрел на цены, я посмотрел на внешний вид, и у меня возник вопрос, как и зачем? На внешний вид это вообще неаппетитно. По цене это так же, как во многих доставках, которые вы можете заказать с мобильного телефона, и, соответственно, это все вам привезут домой. В-третьих, это вопрос, можно это есть или нельзя есть? Вот этот вот ролл с креветкой, здесь написано 9.03, сейчас на моих часах 14.15. В описании написано, они годны 3 часа, их сделали в 9, 3 часа это 12, сейчас 2.15, соответственно, их должны были убрать и утилизировать с холодильника. Эти роллы, которые были сделаны в 10 часов, у них написано, что срок годности 6 часов, окей, это можно есть, но вот с этим. Можно, нельзя, сейчас попробую и выскажу свое мнение. Начну по традиции с ролла Филадельфия, стоит он 90 леев. Внутри сразу есть соевый соус, совсем чуть-чуть, имбирь белый и васаби очень жидкое. Должно это весить 250 грамм. 278 вместе с коробкой. Первое, что можно заметить, это нарезка. Здесь кусочки выше и уже, здесь кусочки ниже и, соответственно, шире. Что внутри? Роллы распадаются, окей. Так, рыба, прозрачно. У меня, наверное, первый раз так распадаются роллы. Рыба. Никакого запаха абсолютно нет. По вкусу рис. Не потому, что рис приклеился и попал мне на рецепторы, а потому, что рис как-то передал свои вкусовые качества этой рыбе. Никакого вкуса рыбы здесь нет. Далее, огурцы свежие, хрустящие. Авокадо здесь я не наплю... А, хотя нет, вот это вроде бы есть. Да, вот он. Так, сливочный крем вкуса огурцов. Своего какого-то вкуса нет. И вот такой вот маленький кусочек авокадо. Вот так. Вот столько здесь авокадо. Спелый. Если взять кусочек другой, то здесь авокадо чуточку больше, но видно, что он коричневого цвета. Да, слой рыбы здесь прям никакой. Окей, все вместе. Палочки они тоже не дают. Это то, что у меня осталось с других обзоров. Очень слабый ролл. Даже за 90 лет я бы такое не брал. Вкус риса с огурцами. Хруст огурцов и вкус риса. Рыбы не чувствуется, авокадо не чувствуется. Крем-сыр тоже не чувствуется. Даже если, наверное, это окунать в соевый соус, это тоже не чувствуется. Между прочим, надо попробовать. Соевый соус. Я думаю, что Жене повезло, что он не попал на этот обзор и не попробовал этот соевый соус, потому что здесь соленая вода. Такое ощущение, что вы пьете морскую воду. Вот занырнули, нахопали с воды. Вот то же самое. Просто никакого другого вкуса. Просто соль и вода. Имбирь. Надеюсь, он освежит мне рецепторы. Довольно-таки неплохой имбирь. Перебил мне всю соль. За это спасибо. И даже он сочный. Что с васаби? Крайне странный по вкусу и по консистенции васаби. И, как я и сказал, он жидкий. Как только он попадает у вас в рот, он распадается на мелкие-мелкие фракции и обволакивает всю ротовую полость. И вы хотите как-то это прожевать, проесть, проглотить, но не получается. Приходится только это запивать. Следующий на очереди ролл Канада. Он стоит 180 лев, и это, как я и сказал, цена во многих доставках. Когда вы везете это домой, соответственно, соус у вас прилипает к рыжечке. Должен он весить 270 граммов. Даже с учетом коробки здесь недовес в 25 граммов. Что внутри? Во-первых, очень много соуса сверху. Непочищенный угорь. Очень тонкий. Вот здесь можно заметить его шкуру. Так, это я не ем, потому что это очень жирно. Сам угорь крайне странного цвета, крайне странной консистенции. Очень плохой угорь. Вот что-то, что со вкусом данного соуса, но никак не угря. Далее, внутри рыбка, сливочный соус и авокадо. Ну, вот такой вот авокадо вы кладете в роллы. Вот такой вот авокадо вы кладете в роллы, который уже поспел, переспел, полежал, заветрился. И потом, а что с ним делать? А давайте его положим в роллы. Люди придут и купят. Но это прям ужасно. Кусочек рыбы. Почему рыба пахнет рисом? По всем параметрам, это крайне плохая рыба. Консистенция никакая, вкуса нету, запаха нету. Пусть это вот здесь вот полежит. Но все-таки я попробую все вместе. Посмотрим. Надеемся на чудо. Вот так это выглядит. Риса больше, чем начинки. Авокадо старый. Если кто-то из вас покупает роллы в номер один, пожалуйста, напишите в комментариях ваше мнение. Вкусные, невкусные, стоят, не стоят. Потому что для меня это самые пустые, это самые простые роллы, за которые жалко дать даже 70 лев. 180 за это, это то же самое, вот как здесь вот была шаурма за 95 лев. То же самое. 180 лев, блин, можно найти в других доставках. Вкуснее, интереснее, насыщеннее по вкусу, почищенного угря, какую-то хорошую рыбу. Я жевал, и мне опять попалась эта красная рыбка на язык, и я, вот честно, у меня были рвотные позывы, чтобы просто вот это вот не выплюнуть. Но я переживал, я съел. Но вкус, рис и, соответственно, соус. Все, больше ничего. Ни авокадо, который здесь переспелый с точками, ни сливочный сыр, ни угорь, который здесь на первом месте должен быть. Нет. Это, вот честно, кошечкам на улицу. Последнее на сегодня ролл-самурай с креветкой. Стоит он 140 леев. Еще раз напомню, ролл был приготовлен в 9.03, сейчас 14.35, и я, честно, боюсь кушать ролл, потому что срок его годности 3 часа. Появился запах рыбы, но не свеженький, а такой вот чуть-чуть полежавший. Вот вы заходите в рыбный магазин, вот такой вот запах. Должно это весить 250 граммов. 247. Также недовес вместе с коробкой. Здесь также по нарезке. Эти выше, эти ниже. Давайте смотреть, что внутри. Я боюсь. Я боюсь два раза это есть. Так, ну, сами видите, как это свернуто. Здесь огурцы прилегают прямо к морю. Рис. Это огурцы? Да. Это огурцы. Это рыба. Воняет. Дальше здесь угорь. Ага, вот где этот угорь. Или это не угорь? Это угорь или не угорь? Я боюсь это есть, потому что это жилистое нечто. Это прямо жилки-прожилки, чего-то непонятного. Я думал, что это может быть какой-то бекончик, но нет. Это жилы. Которые не жуются совсем. По вкусу напоминает угорь. То, что не пошло куда-то, пришло сюда. Большой шмат креветки. Ну, почистили. Спасибо на этом. Ну, креветка здесь хорошая, хрустящая. Хрустящая, у нее есть свой креветочный вкус. Это, наверное, второе, что я похвалю за сегодня после имбиря. Это вот креветка. Мне интересно. Дайте я вот разверну вот этот кусок, который больше. Здесь тоже заметно, что его свернули абы-кабы. Здесь креветки чуть-чуть поменьше. И здесь уже креветка не почищена. Вот она, черная эта точка. Если ее разобрать. Вот. Какашули. Но, смотрим дальше. Огурцов здесь мало. Дальше. Рыбки здесь больше. И, да, это угорь, который вот то, что не пошло на ролл Канада, это запихнули сюда. Я отказываюсь есть этот ролл. Первая причина. Срок годности. Время вышло. Вторая причина. Это запах. Как только я открыл, я почувствовал запах рыбы. Это не должно так пахнуть. В-третьих, вот такой вот угорь, вот такие вот ошметки в других доставках люди выбрасывают. Если вы используете это для того, чтобы завернуть в другой ролл, еще вот так вот криво завернуть в другой ролл, вот так вот криво, здесь вообще непонятно, что и где есть, и продавать это за 140 леев, это вот вообще никакой совести у вас не должно быть. Абсолютно. Со всей ответственностью я заявляю о том, что этот ролл является самым плохим роллом за всю историю моих обзоров. Где бы я ни ел роллы, где бы я ни заказывал, сколько бы они ни стоили, но это самое плохое. Во-первых, соотношение цена-качество. Во-вторых, здесь нет качества. Этот ролл не стоит и пяти леев. Если вы используете вот эти вот ошметки, это все, это мусор. Это просто-напросто нужно завернуть в пакетик и выбросить. Либо отдать кошечкам, либо отдать собачкам. Пусть они это доедают. Не людям за деньги. Это нельзя такое делать. Я думаю, что итогов сегодня я подводить не буду, потому что единственное, что мне понравилось, это имбирь и вкус креветки. И то, с одной стороны она почищена, с другой стороны она не почищена. Я заплатил за это все 410 леев. И на это все я пойду кормить кошек. Надеюсь, они хотя бы будут это есть. Мне очень жаль тех людей, которые покупают это и говорят, что это вкусно. Если вы или ваши знакомые покупают эти роллы и вам это нравится, пожалуйста, напишите в комментариях, за что это нравится. Качество никакое. Цена такая же, как и у остальных. Окей, Филадельфия у них стоит на 10-15 лей дешевле. Но, блин, нет вкуса. Ни рыбы, ни других каких-то начинок используют непонятные ингредиенты. Это очень плохо. Вы все видели сами. Внешний вид, громовку, вкусовые качества оценил. Я верить мне или не верить, это ваше личное дело. Я не профессионал. Я трачу свои деньги для того, чтобы показывать, где можно заказывать, а что пусть лежит на полках и будет выброшено вовремя, в срок, а не так, что приготовили в 9, оно пролежало больше срока положенного и оно все равно лежит на полке. Вы на это тратите 140 лей, приходите домой и получаете прямо ничто. Всем пока!